Считается, что любовь к деньгам корень всех бед. Правда, то же самое можно сказать и про отсутствие денег. За первые шесть месяцев 2015 года россияне увеличили траты на продукты и участили свои походы по магазинам. Опрос проводился в городах-миллионниках. Выяснилось, что 39 процентов респондентов тратят большую часть денег на продукты питания и повседневного спроса. При этом ежемесячно за продуктами потребители ходят не менее 10 раз. В 2014 году этот показатель составлял 33 процента, а частота посещения продуктовых магазинов ограничилась 8 закупками в месяц. Ну, это неудивительно. Цены взлетели, а больше зарабатывать люди не стали. Страховщики фиксируют резкое сокращение судебных споров по возмещениям в рамках ОСАГО. По итогам первого квартала 2015 года доля выплат по ОСАГО, осуществляемых по решению суда, сократилась до 14,8 процента, тогда как в конце 2014 года этот показатель достигал 22,2 процента. Представители страхового бизнеса считают, что совсем скоро доля судебных споров будет достигать 7-9 процентов. На снижение количества судебных разбирательств повлияло введение безальтернативного прямого возмещения убытков, создание единой методики расчета ущерба и установление претензионного порядка получения выплат. Ну и стоит отметить, что многие просто отказались от ОСАГО и ездят без полюсов. Правительство Греции информирует всех, кто находится в стране или планирует ее посетить, что меры, ограничивающие движение капиталов, принятые греческим правительством, не касаются владельцев карт, выданных банками других стран, которые желают произвести обмен или снять наличные средства через банкоматы. Одновременно в письме отмечается, что в Греции в запасе имеется горючее, а также все необходимые товары и услуги, обеспечивающие жизненные потребности туристов как в городах, так и в регионах, а также на островах. Что-то мне кажется, что в Греции скоро недвижимость будет по цене оливок. Российский фондовый рынок открылся в минусе около нуля. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1632 пункта. В аутсайдерах бумаги Башнефти, Яндекса, ОГК-2, МВД, Полюс Золото и Уралкалия. Среди лидеров роста – акции Интеррао, Фармстандарта, Преф и Сургутнефтегаза, обыкновенные бумаги НЛМК, Мечила и Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился близкий к нейтральному внешний фон. Возможность дефолта Греции продолжает оказывать давление на мировые рынки. На американских и европейских площадках в понедельник преобладали продажи. Фондовые индексы Азии в плюсе. Курс доллара на 30 июня. 55,52 рубля, копейки. Курс евро – 61,52 рубля. Золото стоит 2100 рублей за грамм. Серебро стоит 28,26 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 62 доллара 21 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.